доброе уральское утро всем девочки мальчики у нас сегодня минус двенадцать ветра нет вроде хорошая погода погода хорошая у меня проснулся энтузиазм по поводу генеральной уборки моего дома вчера с тимохой прибирались в его комнате со всех шифонеров достали коробки пыль вытирали окно протерли шторы постирали режим все равно сбит ночью мы с ним балдеем утром встать не можем спим почти добить мне как не спится я вывод чем занимаюсь думала что сегодня анюте надо будет на работу и в пять утра пожарила и курочку чтобы она с собой взяла собаки сварила кашу тут с мясными обрезками кашка а не закончила свою картину из бисера красотень какая сейчас надо нам сделать какую-то рамочку и повесить но очень красиво на солнышке переливается и такая знаете когда ее младишь такая приятно очень на ощупь вот это все осталось все бусинки остались весь этот бисер видите сколько лишнего было в коробке а это у нас лекарство представляется вот это у мифиновир для меня а флюдо для они для тимофея в общем она сегодня ездила к врачу который занимается ковида ковидниками у нас один единственный врач на весь пермский район чтобы вы понимали это город-миллионник и район у нас пригород города то есть пермский район города перми это вообще море народу море у нее два часа с утра с 7 до 9 прием и потом она на выездах везде по району ездит на машине берет анализы есть но в труднодоступные места куда не может участковый например там приехать или еще что-то сейчас же у нас плановые все приемы закрыли только по вызову ковидникам в общем они приехала для того чтобы закрыть больничный она ее посмотрела послушала больничные до понедельника посмотрела что у нее в сумке лежит коронавир и спросила ты выпила она говорит нет не пила на счет его не пила побоялась побочных эффектов они сказали да ну мы я вам говорила может быть говорила может вырезала это коронавир препарат где море вообще побочных эффектов люди сажают печень после этого лечат печень месяцами исследование там написано исследование участвовали 108 человек 70 из них побочные явления очень много побочек таких как свертываемость белка свертываемость крови тромбозы плюс выкидыши плюс потом девочки забеременованы чем это все написано кому интересно откроют в интернете почитают мы его не побоялись пить просто не стали не стали естественно мы посоветовали с врачами не просто так один врач нам сказал вы же пьете противовирусное поэтому лучше они пока его не пить его выписали только они девочка еще не рожала пусть пока не пьет очень она приехала спросила про нас естественно врач у которой всего два часа приема и она должна ей привозят 50 тестов на эти два часа которые она может за эти два часа принять людей и принять кстати 50 человек за два часа а у нее 70 сидит в коридоре она быстренько не посмотрела сказала что извините я не может не успела позвонить может быть и запутан ну представьте столько народу она одна спросила как мама как брат и вот такие лекарства нам с тимофеем выписала раз коронавир они не стал пить они выписала до отдала тоже афлюдул тимофею афлюдул вот этот не умифиновир то есть нас еще не писали мы думали что а мы кстати вчера звонили на нашего к нашему фельдшеру спрашивали что нам прийти на прием или что прошло 7 дней вот это вышло новое постановление роспотребнадзора 7 дней в школу и на работу вчера было 7 дней у нас у ани больничный был до 8 но она брала два дня отпуска думали что хотим отмечать день рождения у меня и у тимоши спасибо кстати всем огромной девочки за поздравление у нас день рождения в один день у меня и у моего сына мы планировали отмечать день рождения куда-то может быть поехать ну сами понимаете тут заболели в общем максимум что мы себе позволили дома поесть немножко роллов и пиццы и валялись в общем целый день тоже в свое удовольствие так вот позвонили на фаб и наш фельдшер нам сказал я не знаю что с вами не знаю приходите я вас посмотрю спешу тимофея в школу него есть температура ягода у него вечером поднимается 37 ну 37 2 у нас есть постановление где написано что 37 2 это норма так что может идти в школу вы хотите чтобы я ребенка с температурой в школу отправила после коронавируса не ответили ну постановление или на такое но это норма и мы я его спешу пусть идет в школу общем мы обратились к этому врачу который занимается коронавирусами пока мы сидим дома нам назначили лечение а я что думаете еще сделать просто хочу поставить тесто на пиццу анюта попросила мамы давай поставим вы испечем пиццу дрожжи с сахар ручком дрожжи такие живые не не сухие которые и ход водички с сахаром развела вот сейчас буду делать пиццу будем стряпать пиццу так девочки тесто замесила тесто на кипятке сделала дрожжевое у меня есть на канале рецептик я делала это тесто мне научила делать девочка в анапе в сухом поваром была ирина иришка кстати у тебя день рождения поздравляю тебя если ты мне смотришь так ну все накрываю полотенчиком и поставлю подниматься подниматься полотенчиком я не подарил на новый год красивенькая хорошая обычная вафельная но расцветка такая красивая новогодняя а я чаек сейчас буду пить и изучать все инструкции ну будем лечиться вот этим лекарствами я пила и знаю это лекарство когда работаю в аптеке я буду в принципе тоже вот хочу еще девочки показать вчера анюта ездила за продуктами в доброцен купила вот такое печенье это как обычное домашнее печенье знаете есть сердечками называется домашние это вот такие штучки очень вкусные оконычев называется не знаю как без названия просто путь нам очень понравилось вот смотрите за страшный день мы практически пол коробки купили она купила еще курочку он и так по мелочи вот эти книжки кушает мяско зачем ты воду мясо положил вот скажи ты так отвлекся что сделаешь а что с этим делать да взял кусок положил в воду и не попить и не поесть и балда это не так делается что ты так на меня посмотрел как на врага народу нет это видите щель не такая был раньше здесь уголок муски я его купила надо купить теперь съездить леруа пошире тут уголок сделать а тут нет леруа все пожрал да кто мне тут пожрал линолеум кто мамина папа вчера звонил мой бывший муж предложил нам один из вариантов решения нашей проблемы с квартирой и квартиру мы снимаем с продажи больше мы ее пока продавать не будем вот такие новости по поводу квартиры почему ты не кушаешь тарелки по всему богу тэдик покушал после него нужно помыть все кушать на свои тарелки не умеем мы еще любим ходить в коридор на коврике кушать нет мы ходим в коридор кушать у нас там ресторан да тэдик где ресторан у тебя так делаю начинку тут у меня вот такие корнишон чеки это скатерть самобранка корнишона по пиролинскими мнению не очень нравится очень много них уксуса очень прямо много я вообще последнее время люблю для диваню если это не свои если это не домашние вот для диване неплохие и это но это незапамятных времен советского союза они как были вкусными так остались мне тут еще осталось девочки замороженных огурцов повезем их немножко заморозила такими кружочками соленые тоже одна банка вздулась не сдулась помутнела и пока они еще были нормальные съедобные их вот так порезала заморозила специально для пиццы из помидоров сегодня будет и чирольская колбаска копченая сейчас все это нарежу мы еще и добавляем всегда в пиццу лук просто репчатый очень любим режу все на пиццу вот так отдельно лучок полукольцами вот видите огурчики у меня тут эти подтаять и перемешала с этими баварскими кружочками я все режу отдельно колбаску вот стала резать вот кстати стала резать колбаску смотрите это тирольская и останки на неплохая такая колбаса на срезе я вот я даже я вообще как-то последнее время скептически копченым колбасам отношусь блин что-то плохо видно скептически как-то стал относиться к копченым колбасам а тут вот там смотрите ну видно конечно и хрящики тут есть не все мясо прям вот кусочками прям кушаешь и ну как ветчина неплохая колбаска и на вкус неплохая колбаса конечно не мясо ну вот так вот у нас на пиццу еще раз говорю что все вот режу отдельно и на пиццу буду выкладывать все отдельный это больше нравится но девочка знакомая была на колбасу терла на терке потом все это перемешивала в одном тазике майонез туда добавляла кетчуп майонез всю начинку и выкладывала на пиццу эту кашу малышу это терпеть не могу я так не люблю я люблю когда все отдельно выложено красиво когда начинки много на пицце ведь у меня так тоже любят сейчас сыр еще потру и посмотрю чем этом тесто подошло не подошло тесто на пиццу подошло у меня помощник я его раскатала на противне а тимоха сейчас будет выкладывать начинку будет выкладывать так как им нравится у нас еще видите такие вот вот такие вот перевереды мы нам вот так не надо да надо по-другому в общем сейчас будет тимуха выкладывать начинку сейчас будет мастер-класс вот так вот ложим покладем надо вот так вот вот так вот кладем вот так вот вот так вот вот такого вот это лучок лучок что выкладывается почему не говоришь что ты выкладываешь я волнуйся я волнуйся я волнуйся вот так вот вот так вот и вот так вот потом еще осталось немножко ну вот так вот еще так все нормально нормально теперь вот так вот что да ты говоришь подчинивая не там сок 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 не выливаешь чтоб сок не вылился будет вкуснее вкуснее будет а плохо тесто пропечется давай по краям ты муж тоже выкладывай его на земле да нет это замороженный так вот так вот как мы тут две руки тимуха и я я по краешкам укладываю пучок еще так только на друга не ложи отдельно каждый кусочек и и покрывать так вот такой кислый там столько уксуса так надо блин шеф-повара всякие дела да вот так всякое изгибается красно же так только банк колбаска пошла ну так чё колбаску-то там точишь строишь колбаску давай выкладывай на пиццу все все есть еще но нет я для себя я для себя спрашиваю последний кусочек подожди колбасу нужно разложить она тут вообще сухо ничего страшного можно я сыр посыплю я сейчас скажу нет что это изменится я хочу просто вот так вот равномерно теперь можешь ты всыпать все спасибо что разрешили ну вот так вот посмотри где поменьше туда и насыпь вот так вот ну что ты делаешь зачем ты кучками посыпаешь надо потом распределять да как потом то потом ведь неудобно ну что ты твои ж сына вот так вот ну вот надо же равномерно было все колбасы а я духовку забыла зажечь ну ты чё мать укроп немножечко поролтел и я думаю что он будет пропадать порезала его в пиццу чтоб все ели да все впрок все впрок вкусно будет и зелень и витаминчики и потом на желтеть начала какие витаминчики ну все может там есть витаминчики вот такая пицца получилась поджигай поджигай надо пыльничку так она у тебя поперёк то как не влезет же вставлю вот все пицца в духовочке а как рот а да так видно у тебя лицо видно смотришь конечно снимаю не смейся давай пей таблетки подожди дубль два в смысле у тебя нет истории ты чё зачем хайру включил ты ж сказал хочу сниматься хочу чё нибудь рассказывать танцевать будешь что мы снимем мукбанг 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 пицца готова приятного нам аппетита вкусненькая какая аппетита сейчас мы наливем чайку и будем уменьшить всем пока